Больше всего претендентов на Нобелевскую премию мира в этом году из России. Среди них 86-летняя Людмила Алексеева, глава старейшей в стране в правозащитной организации Московская Хельсинская группа. Алексееву выдвигают на престижную премию второй год подряд. Сделали это норвежские парламентарии. Людмила Алексеева – ветеран советского диссидентского движения. В бывшем Советском Союзе она помогала политическим заключенным и принимала активное участие в публикации «Хроник текущих событий» первого в стране неподцензурного журнала о правах человека. У нас давняя традиция сочувствия к узникам, потому что у нас нет семьи, где бы кто-нибудь не сидел. Не потому что у нас все преступники, а потому что у нас слишком легко сажают. За свою деятельность Алексеева уже является обладателем многих наград, включая премию Сахарова за свободу мысли. Впрочем, как сообщила на днях сама Людмила Михайловна агентству Интерфакс, она совсем не рассчитывает на то, что Нобелевскую премию присудят именно ей, и считает, что есть люди более достойные этой награды. Кроме того, учитывая, что в последние годы премию присуждали Обаме и Евросоюзу, правозащитница считает, что она стала политизированной. Помимо Алексеевой в числе номинантов оказались и другие российские правозащитники, включая председателя Комитета гражданское содействие и сотрудницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганушкину, а также директора Ассоциации независимых наблюдателей «Голос» Лилию Шибанову. В этом году в Нобелевский комитет было подано рекордное количество заявок на премию мира – 259. Согласно правилам, список номинантов держится в секрете. Наиболее вероятным победителем букмекерские конторы называют 16-летнюю пакистанскую активистку Малалу Юсуфзай. Как завещал Нобель, премию следует присуждать лицу, цитата, «принесшему наибольшее благо человечеству и сделавшему больше всего во имя братства между народами для распуска или сокращения действующих армий и проведения и пропаганды конгрессов в поддержку мира». Награду выдают как отдельным лицам, так и организациям. Обладателя Нобелевской премии мира должны объявить в пятницу.